Привет, интернет! Вы на канале Тимура Журавеля, но это не он, а Маша Макарова. Стоп, не выключайте, у меня есть что вам рассказать. Истории в историях. Это рассказ о футбольных клубах Англии в небольших житейских байках и заметках о чем-то необычном. Сегодня расскажу вам про Челси. Вы хотели услышать про синие. Челси был основан в 1905 году в пабе неподалеку от Стэнфорд-Бридж. Тогда этот паб назывался The Rising Sun. Он и сейчас существует, но под именем The Butcher's Hook. Технический клуб находится в районе Фулхам, но команда с таким названием уже существовала. Поэтому основатели Челси, братья Мирс, взяли название соседнего района. Стэнфорд-Бридж построили еще в 1879 году. Там выступали легкоатлеты. Потом стадион предложили купить Фулхаму, но за слишком большие деньги. И Фулхам отказался. Пришлось создать новую команду под стадион. Рядом со Стэнфорд-Бридж находится Бромтонское кладбище, где похоронены те самые люди, что собрались в марте 1905 года в пабе The Rising Sun, в том числе один из братьев Мирс, Генри. Бывший директор клуба Альфред Джейнс, который некоторое время владел пабом The Rising Sun, говорят, до сих пор в образе призрака иногда появляется в одном из своих старых владений, где сейчас находится кинотеатр Астория. В 2004 году было установлено, интересно кем, что это призрак именно того самого челсийского Джейнса. Кстати, если хотите услышать больше истории о призраках, вам вот сюда. Но вернемся к клубу. Одной из первых легенд клуба стал Джордж Хилсдон, который пришел в команду в 1906 году. Он в первом же матче с затеек забил пять мячей. Хилсдон в итоге стал первым, кто забил за Челси больше ста голов. Его обожали все, а Хилсдон полюбил алкоголь. О его загулах рассказывают легенды. Он тусовался в богемном районе Сохо, заводил себе огромное количество подружек и приходил на тренировки пьяным. На игре это все сказалось. Его долго не могли выгнать из клуба, надеясь, что он оправится и будет играть как прежде. В 1912-м его пожалели в Вестхэме и взяли к себе. Затем он воевал во время Первой мировой, а умер Хилсдон в 1941-м. Но не на поле боя, а в приюте для нищих. Никто не знает, где он похоронен, но его именем болельщики до сих пор называют фигурку на флюгере над Стэнфорд-бридж. Первую большую победу Челси пришлось ждать полвека. В 1955-м году синие впервые стали чемпионами Англии. Вторую победу потом тоже придется ждать. Ровно столько же. Первое чемпионство стало шоком для болельщиков, потому что никто на него и не надеялся. Сердцем той команды был капитан Рой Бентли. Причем за несколько сезонов до триумфа Бентли был на грани того, чтобы уйти из Челси. Вместе с вице-капитаном Джоном Харрисом он устроил забастовку, потому что в Челси им платили очень низкую зарплату, а в другой клуб отпускать не хотели. Но в итоге все наладилось. В Челси пришел тренер Тед Дрейк, который установил замечательное отношение с капитаном. Вот они и выиграли чемпионство. В 60-е и 70-е годы Челси не очень-то был успешным, но зато вдохновляющим. Он идеально соответствовал богемному духу района, в честь которого его назвали. Главным образом, потому что за них играл Питер Осгуд. Его сравнивали с Джорджем Бестом и говорили, что Осгуд в плане стиля делает для Лондона то же самое, что Бест для Манчестера. Он с шиком гулял по Кинс Роуд и пил шампанское, а американская актриса секс-символ Реккел Велч носила мерч с его именем и посылала ему с трибун поцелуи. О да, свингующий Лондон 60-х. В 71-м году синие взяли свой первый европейский трофей, но в целом дела пошли совсем плохо. Да так, что через 10 лет Челси едва не обанкротился. В 82-м году был продан за 1 фунт. Кен Бейтс купил клуб у одного из потомков братьев Мирсов. В 91-м году в клубе появился Винни Джонс. Жесткий парень, который, однако, ни разу не удалялся с поля, играя за Челси. Зато получил знаменитую желтую. Через три секунды после стартового свистка пнул соперника по ногам, хотя у того даже мяча не было. Интересно, что он побил свой же рекорд. До этого он получал горчичник через 5 секунд после начала игры. Винни провел не так много времени в Челси, и времена у клуба были не самые лучшие. Но он рассказывал много разных интересных историй. Но о Винни Джонсе нужно вообще делать отдельный выпуск. Напишите в комментариях, хотели бы вы узнать о нем больше или нет. Лучшим другом Джонса был еще один одиозный персонаж Дэннис Уайс. Самый успешный капитан клуба до Джона Терри. Жесткий парень, которого многие побаивались. В целом в Англии тогда было не так много легионеров, но постепенно Челси 90-х превратился в клуб, где англичанина было бы найти довольно трудно, если бы им был не такой заметный персонаж, как Уайс. У него были странные шутки. Над Джанфранко Дзолой, например, он пошутил, когда тайком вырвал последние страницы из книги на английском языке, которую итальянец пытался читать, чтобы выучить язык. Это был детектив Джона Ле Харра. Потом Уайс ходил и спрашивал, ну как тебе концовка, Джанфранко? А Дзолой даже и не понял, что последней главы нет. Настолько плохо он тогда понимал. Вместо этого он думал, что чего-то в книге не разобрал. И когда Уайс протянул ему последние страницы, говорят, что Дзолой был просто вне себя от гнева. Но такие шуточки были тогда в порядке вещей. В конце 90-х итальянцев в Челси было очень много. Вместе с ними пришли и победы. Челси завоевал несколько внутренних кубков и кубок кубков Уэфа. А потом, в 2003 году, пришел Роман Абрамович. За ним в клубе появился Жозе Мауриньо. И это был самый вдохновляющий прессуфутбольный проект на тот момент. Он вновь соответствовал району. Мауриньо в своем стильном пальто и самоуверенными заявлениями, молодая нахальная команда и синие выигрывали. Спустя 50 лет с последнего чемпионства они вновь взяли золото чемпионата. Про Жозе Мауриньо тоже следовало бы сделать отдельный выпуск. Или хотя бы про новый Челси. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, знали ли вы эти истории и о чем можно рассказать еще. А на этом все. Меня зовут Маша Макарова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok